Для начала я представлюсь. Зовут меня Петро. Работаю я в интуите, аспиратом для ЛЮС. Иржевского технического университета. Селфиш. Работаю порядка полутора лет. Начал разработку клиентов контактика. Кто пользуется, наверное, знает. Делал сканер Wi-Fi сети и так тоже по мелочи. Сегодня мы будем разбирать примерчик голосового и текстового поиска в Google. То есть что будем делать? Мы будем делать вся возможность текстового поиска, голосового поиска и всё, что с этим связано. Примерчик сейчас вообще как всё это дело работает. Посмотрим. Здесь в начальном экране мы будем практически ничего не видеть. Если пытаемся что-то набирать, у нас появляются подсказки. Соответственно, можно выбрать. Будут результаты. И будет результаты. Соответственно, видим здесь нам Google подаёт карточку. С ответом мы его озвучиваем. Примерно вот это у нас должно получиться в самом конце. Начальный шаблон, от которого будем отталкиваться, можно скачать по этой ссылке. Так же он должен был быть по анхиве, который скачивали в самом начале. Конечный результат при желании можно посмотреть на гитхабе. Презентацию, я думаю, мы его выложим. Сейчас я тоже выложу. А если себе туда же выложу? Не, у меня есть ссылка. Есть? Я в телеграмм скину. Это на презентацию. Общий ход у нас будет идти следующим образом. Первый образ. На первом этапе мы получим подсказки Яндекса на наш текстовый запрос. То есть то, что мы видели, когда начинаем набирать, там появляются подсказки. Вторым этапом будем распознавать голосовой запрос, также используя технологию Яндекса. На третьем этапе будем делать запрос в Google вместо Яндекса, потому что он дает достаточно адекватные карточки на наши запросы. Что в первую очередь нас интересует, а не результаты поисковых запросов. Соответственно, будем парсить результат и отображать и озвучивать полученную информацию. Первое, что нам потребуется, это получить ключ для доступа к Яндексу. Что для этого надо сделать? Для этого переходите на сайт «Тэч Яндекс Кит Про Спич Кит Клауд». Соответственно, логинитесь под своей учеткой, если не отсоздаете. Здесь будет ссылочка «Получитель и ключ». Переходим. И нажимаем «Получить ключ». Здесь, соответственно, выбирается то, какие сервисы надо поделать. В нашем случае это «Спич Кит Клауд». Ставим некоммерческий, в нашем случае. И принимаем слух. Нам нужен клауд, потому что мобайл завязан на SDK, который не доставляет Яндекс. Если мы делаем запрос напрямую губу, то, что мы будем делать, нам нужен клауд. Принимаем условия использования и получаем ключ. И давайте его когда-нибудь скрепируем. Чтоб был. Значит, первое, что требуется, будем получать подсказку при текстовом запросе. Сразу говоря, это немножко недокументированная возможность Яндекса. То есть напрямую он и к этому не дает, насколько мне известно. Нам надо сделать запрос на указанный URL и передать к нему два параметра. Параметр «part» — это та текстовая строка, которую мы уходим. И второй параметр — это случайное число, которое нам требуется для того, чтобы результаты не фишировались, а соответственно выдавались новые. И так далее. Ну, так, зафиксируем. Пока запускается в БЕшку у всех нормально открылся шаблон. Ну, видимо, у всех все нормально. Ну, кто пытается, кто пытается. То у меня почему-то КДЕшка здесь долго запускается. Да, пожалуйста. То есть давайте возьмем этот ключик. Вот и здесь. Видим ключик? Или еще побольше сделать? Нет. Можно, да, сейчас использовать этот ключик? Да, еще чуть-чуть. Что-то я отоплю, я его сейчас сниму, пожалуй. Регион. Да, у меня он не смотрел. Хе-хе-хе-хе. Я отеле TERROVORI скинул. Я в телевророды скинул. Второй не смотрел. Так, что нам требуется? Мы переходим в Ядекс.Пич.Нитхемп В принципе, большую часть работы мы будем делать здесь Я себе сейчас еще раз открою подсказку Превышение лимита запросов не будет, там 10 мис Ключик в Телеграме Так, я это делаю вот так вот С ключиком все разобрались И вам пока никуда не вставлять Просьба закрытия окна и движения в связи с приближающейся грамотой А вот, я, в этом видео я заберу Продолжение следует... 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 В данном случае мы используем систему. Здесь вот видной блок подключения. Этого писать не надо, это есть уже в шаблоне. Так. С запросом понятно? Или есть вопросы? Да, по поводу варианта. Как я говорил, мы здесь передаем случайное число. В принципе, можно случайно, ой, можно использовать миллисекунды. У нас не повторяется. Но для удобства прям проще пользоваться. Пользуется случайное число. Пользуется случайное число. Пользуется случайное число. поисковое скепто Яндекса. Этот запрос вытащен оттуда. Следующим этапом нам надо распарсить ответ с подсказками. Как я сказал, это вытащено из JS Яндекса. Поэтому он нам возвращает функцию, которую мы вызываем. И видно то, что в принципе здесь внутри функция идет структура Грессоновская. Но для этого надо ее сначала распарсить. Что мы теперь делаем? В этом же файле у нас есть функция... Так, не эта. Есть функция requestFinished, где мы подрабатываем результаты запросов. Так, тут пишут то, что вариант, чтобы вообще запрос работал. Вроде без вариант работал запрос. У меня. Или не работает. Чтобы избежать кэширования. Я об этом вроде как говорим в самом начале. То есть нам случайное число нужно, чтобы избежать кэширования. Вроде как да. А если у нас обновилась информация, то есть мы начинаем набирать тот же самый сейл. Сейчас в топах сэлфиш. Через два дня будет в топах сэлфиш. Порядок уважен. Так, здесь в шаблоне видим комментарии, обработка подсказок. Мы сейчас будем работать в этом месте. Что... Что нам требуется? Нам требуется обрезать, в принципе, все лишнее из этого запроса, чтобы получить нормальный формат. То есть мы обрезаем из строки вызов функции и обрезаем лишние части в конце. После чего формируем JSON объекта. Если мы здесь посмотрим, то видим вот эту вот часть. Я, к сожалению, здесь не выделю. По сути, массив. Формируем и посылаем сигнал, что вот у нас есть данные для вывода подсказок. Куда приходит этот сигнал? Этот сигнал у нас приходит в QML, в файл search box. Вот сюда. Что здесь видно? Здесь мы подключаем с помощью элемента Connections получение сигналов. Указываем то, что сигнал должен прийти с Яндекс.Питч GitHelper. И здесь отнесем как раз от трубочек нашего сигнала. Здесь посылаем киндресив. Здесь принимаем он киндресив. Спасибо. Что мы там будем делать? Во-первых, нам надо очистить текущее отображение, если оно есть в списке. И добавить то, что пришло. Но мы не будем отображать все. Мы выведем первые четыре элемента, чтобы не загружать полностью весь экран. Потому что они все равно наиболее любимые. Вот эти четыре строчки добавляем на подводку сигнала в инфинкрасив. В принципе, на этом у нас получение подсказок заканчивается. Давайте посмотрим. Ну да, сейчас собираю. Я сейчас не скажу, на эмуляторе я не проверял. Ну, это должно работать, получение подсказок. Дальнейшее то, что работа с голосом, скорее всего, на эмуляторе работать не будет. Так, на эти варнинги мы пока не обращаем внимания. Да, и не почему-то. Нет, где ходят. Так, что он здесь и звонил здесь, а именно у меня утром. Вот, я имею в виду крючок здесь. Я не извиняюсь, я сюда забуду добавить нужный код. Переходим. Мы с основной файла, который два темплейт. Я бы забыл в шаблоне подправить. Значит, с гидхаба. Получается, на гидхабе это файл будет harbour.v8.7. Из него надо скопировать содержимое функции main и, соответственно, скопировать подключаемые заголовки. Они берут его кодовикам в Radчатке. Теперь у нас уже находится часто гидохи. Да, прежните демонстрацию. Но он не пустил. Да, и еще один момент, здесь подправить меня с карберой на рейтинг плейт. Да, да, я сейчас просто забыл, поэтому на всякий случай тоже напоминаю, потому что это не озвучил. Да, 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 да. И вот здесь уже видим то, что, да, сейчас подсказки такой. Я с тобой этим сел до вас сейчас. Так, по данному блоку. Если есть вопросы, задавайте, иначе мы переходим дальше. Этап следующий. В этом случае мы должны распознать речь. По поводу записи речи кратко. План работы с мультимедиа давали в предыдущий раз, поэтому в самом примере это реализовано, запись у голоса. Мы будем его непосредственно передавать. Что для этого требовать? Здесь мы должны создать пост, запрос на указанный URL и передать три параметра. Ключ, который я скинул в Телеграме. Уникальный ID-устройство. Можно использовать банальное MAC-адрес. Можно использовать случайное число. Главное, оно не должно повторяться. Это требуется для идентификации, откуда пришел запрос. И передать тематику запросов. То есть есть варианты этой текста, короткие запросы и так далее. Мы с вами будем работать над короткими запросами, которые более релевантны. Топик влияет на то, чтобы обозначить область, в которой идет распознавание речи. То есть если мы укажем числа, то соответственно числа будут распознаваться лучше. В каждом имена, то будут тут лучше распознаваться имена, но будут очень плохо распознаваться числа. И так далее. Вот именно поэтому мы работаем с короткими запросами. Для этого мы возвращаемся в файл Яндекс.пичкейт.хелкер. И переходим к функции гипернайз-корр. Что мы здесь будем делать? Видим то, что в качестве параметра функции нам приходит адрес аудиофайла записанному. Поэтому мы его открываем на запись, проверим на чтение. И так же формируем параметры для передачи. Давайте сюда вставлю этот ключик. Единицы передачи? Нет, единицы там впереди нет. Это был номер строки. То есть в качестве параметры передаём ключик. Здесь формируем айтишник. Форция там ниже определена. И указываем то, что используем короткие запросы. И уже известным нам способом формируем URL и запросы. Далее, что нам требуется? Нам требуется указать два заголовка, собственно, о том файле, который мы передаём. А в контент-тайп мы указываем тим аудиозаписи, который мы передаём в нашем случае. Это вафф записывается. И в контент-тайп мы передаём размер этого файла. И, наконец, отправляем пост-запрос с, собственно, передачей в качестве тела запроса нашего файла. После чего файл закрываем и нам он больше не нужен, мы его удаляем. В ответ. То есть, в принципе, это да, всё, что требуется. Сейчас я только уточню. Вот так как у нас... Собственно, вызов данной функции у нас происходит в SearchBox. Если вы видите, у нас имеется... Здесь... ...какунчер, на который можно нажимать. И мы здесь обрабатываем сигнал Click. И вызываем функцию для распознавания. В ответ нам приходит XML файл. Ну, XML подъехали. В формате XML. С вариантами того, что мы могли сказать. И вероятностями. С которой мы это сказали. Соответственно, если success равен нулю, то распознать не удалось. Так. Поэтому для распознавания мы снова приходим в RequestFinish. Здесь видим то, что мы обрезаем ненужный нам заголовок и передаем работу в функцию пальц-респонс. Где нам требуется уже выделить данный текст. Ну, чьи-ненужный текст. Так. Для пасинга XML мы используем объект... ...код XML screen reader. Который позволяет нам удобно с ним работать. И что мы делаем? Начинаем читать. Нас интересует для начала только стартовый XML или нет. Поэтому все остальное мы допускаем. За это отвечают данные условия. И если мы посмотрим на пример, нас интересуют только варианты. Варианты. Поэтому все, что не вариант, мы тоже допускаем. Когда мы нашли вариант, нам требуется взять... ...получить вот это значение вероятности. Для этого обращаемся к атрибуту тега. Сравниваем с текущим сохраненным значением вероятности. Если оно больше либо равно. Потому что были прецеденты, могло прийти ноль. Либо отрицательное. Поэтому больше либо равно. И, соответственно, сохраняем вероятность. И переходим, читаем полученный нами текст. Вот этот. После чего говорим то, что мы получили результат. Сейчас это все скрипируем. Сигнал Good Response у нас обрабатывается в Search Page и Search Box. Сейчас мы в нем запрашиваем еще страницу. Пока уберем и просто пусть отображается в нашем текстовом поле. Давайте посмотрим. Поехали. Поехали. Давайте поясним YIN-2. два тренинга, и видим то, что да, распознал, сможем сказать что-нибудь другое, селфиш, тоже распознают. С распознаванием записи разобрались, вопросы по данному группу есть, значит идем дальше. Дальше мы отправляем поисковый запрос в Google, здесь все просто, Google Search, передаем наш текст, нам он возвращает обычную лабж-стреницу, поэтому для удобства ее парсинга мы выставляем юзер-агент, который придет с ним и будем с ним работать. Восстанавливаем в search page наш вызов, то есть вход нам приходит сюда пейли, который мы передаем. и здесь все просто, формируем запрос в углу с указанием нашего поиска, поисковый текст и выставляем заголовок с юзер-агентом и отправляем в этот запрос. В ответ нам приходит страница, нам надо с ней что-то сделать. для этого мы ищем функцию парс-вебпейдж, частично она в шаблоне уже реализована. Далее мы уже не ищем и не разбираемся с кодом, а узнаем то, что ответ карточка с ответом, если он есть, содержится в теге TIFF с классом O0D я не знаю почему они выбрали именно это название класса а результаты поиска у нас начинаются с такого вот эфикса поэтому первое, что мы должны сделать, это выделить блоки, с которыми мы будем работать то есть это DIV и ссылки для этого, как и в прошлый раз, мы пропускаем все, что к ним не относится если у нас есть тег A и отребован ссылки имеет требуемый префикс, то тоже сохраняем тег A и отребован ссылки имеет требуемый префикс мы поменяем ссылку и уставляем флаг в то, что у нас найдена какая-то полезная нам информация от гугла получить просто JSON и смейл можно, но платно так же, как и от Яндекса, можно, но платно а поисковому, к сожалению, мне не удалось найти по тесту, то есть у гугла и на распознавание речи бесплатного тоже нет по Яндекса 10 тысяч запросов в месяц можно погруче? еще раз я, к сожалению, не расслышал а, да, да, получается, если мы используем бесплатный ключ, то да, надо попросить пользователя получить свой соответственно, если мы оплатили большее количество запросов, то можно использовать только свой и не заморачивать уже пользователя то есть берем код с выделением блоков вставляем и далее у нас, получается, есть два блока блок с объектом и блок с ссылкой нам надо отработать так, по поводу сбора проекта, да, нужно собираться по поводу сбора проекта, да, нужно собираться не должен потребовать давайте посмотрим что там а, понятно а в файле в файле в файле последнюю строчку удалите в файле проекта который с расширением PRO последнюю строчку удалите если у нас имеется блок с ответом то мы переходим сюда и с помощью регулярного выражения выделяем текст ответа здесь все достаточно просто я думаю если у нас имеется ссылка то выделяем текст ссылки и здесь формируем объект который содержит по факту только два поля это текст ссылки и ссылка в проекте где он имеется это все через объект видите он здесь простой больше интереса представить наверно заглубочный файл где где мы с помощью вот этих двух строчек позволяем обращаться в в полям этого объекта ну и здесь в принципе все понятно мы выделили ссылку в текст и создали объект и добавили к общему списку найденных результатов после чего мы посылаем два сигнала первый сигнал с найденными результатами потому что здесь мы ничего не проверяем они есть всегда и второй сигнал если у нас найден ответ вспоминаем то что здесь мы заполняем его то что да у нас имеется с ним мы пока не работаем то есть если мы сейчас что-нибудь если мы сейчас соберем то должны получить какие-нибудь результаты если мы сейчас соберем то должны получить какие-нибудь результаты то есть да видим то что у нас по запросу ссылки с результаты пошли соответственно по другому тоже идут так что у нас идет следующее по распознаванию для отображения есть вопросы? дальше нам надо ответить голосом здесь мы отправляем снова уже опять запросно указанный URL также не забываем про ключ приложения передаем непосредственно текст который нам надо озвучить можем указать формат который должен при темпе 3 или ваф на каком языке мы все это дело озвучиваем и можно выбрать голос мужской или женский по 2 литра я не нашел отличие есть еще два необязательных параметра это скорость быстро медленно и можно эмоционально покраску голоса пробить мы не будем с этим заморачиваться так что нам для этого требуется вспоминаем то что здесь мы закомментировали строчку с сигналом здесь у нас был найден ответ мы посылаем сигнал он приходит search page здесь что мы делаем здесь мы отображаем полученный ответ и и и делаем запрос указанный ранее здесь делаем совсем все просто у нас есть объект аудио который воспроизводит звук мы указываем в качестве параметра source url так как в ответе мы получаем просто аудиофайл и воспроизводим полученный файл просто вставляем по факту получаем уже то что видели в самом начале в самом начале с с с с с с отнем с с отнем уiff электрон 3 осталось Так, и что у нас осталось? У нас осталось выделение смысловым объектом в рамках данного примера. Мы с этим не работаем, поэтому здесь уже кода не будет. Что оно позволяет? При запросе мы передаем фразу для разметки, также ключ приложения и что именно будем размечать в этой фразе. В ответе мы получаем JSON с полями указанными по требуемой разметке. В принципе здесь все, но выходит из рамок данного пример. Дополнительную информацию, которая позволит понять код, можно задавать по этим ссылкам, они кликабельные, куда в презентации можно подведать. Если имеются какие-то вопросы, в дальнейшем можно со мной связаться. Ссылки тоже кликабельные. На этом все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...